Отказаться от пользования автомобилем в зимний период, несмотря на большую опасность в виде снежных заносов, гололеда, сильного ветра и дождей, не всегда представляется возможным. А потому в городе, как и прежде, шумный поток машин спешит доставить своих хозяев в места назначения. Но каков бы ни был водительский стаж человека за рулем, какими бы хорошими навыками вождения он не обладал, погодные условия изменчивы и не всегда предсказуемы. Поэтому всегда существует вероятность оказаться лицом к лицу с опасностью. Именно поэтому каждый раз, садясь в авто в период, когда столбик термометра опускается ниже нуля, стоит быть предельно бдительными. Малейшая невнимательность может привести к необратимым последствиям. Если нет такой срочной необходимости ехать в дальнюю поездку при сильных морозах, это где-то 15-20 градусов, конечно, лучше потерпеть, обождать, морозы спадут и тогда уже ехать. Определен алгоритм взаимодействия не только службы МЧС, но и с другими службами в случае сильных морозов. Ну, конечно же, если водитель попал в такую ситуацию, что, например, заглохла машина или не заводится машина в сильный мороз, возможно, перехлаждение. И если даже находятся там дети, то, конечно же, сразу звонить на 101. Мы придем на помощь. Чтобы обезопасить себя, в зимний период водители также должны помнить – одного соблюдения правил и аккуратного вождения недостаточно. Перед тем, как принять участие в дорожном движении, каждый водитель должен удостовериться в исправности своего транспортного средства, чтобы в пути у него не возникло проблем. К сожалению, порой простая невнимательность или спешка, играя с владельцем автомобиля, плохую шутку. А потому для каждого водителя прислушаться к советам специалистов никогда не будет лишним. Для того, чтобы подготовить автомобиль к зимнему периоду, необходимо проверить состояние аккумуляторной батареи, состояние охлаждающей жидкости, температуру замерзания, поменять летние шины на зимние, проверить состояние системы отопления и кондиционирования салона, так как это влияет на скорость реакции водителя. Проверить все остальные системы автомобиля, которые влияют на безопасность дорожного движения. Сделать это можно с помощью диагностики. Перед холодов стоит помнить и о собственном здоровье, ведь зима опасны тем, что вероятность заразиться инфекцией, получить ушибы из-за гололедицы или обморожение весьма велика. А потому именно в это время врачи настоятельно рекомендуют тщательно продумывать свой рацион питания, уделять достаточно времени отдыху и сну, и, конечно же, тепло одеваться. Для того, чтобы не допустить развития вот этих вот осложнений, связанных с холодом, нужно, конечно, правильно одеваться. Правильно это тепло, это многослойное, то есть несколько слоев одежды лучше защищают, чем один слой, но очень теплый, например. Нужно носить теплую обувь, она должна быть удобной, она не должна быть тесной, она обязательно должна быть сухой. Не рекомендуют в мороз одевать металлические украшения на тело, не рекомендуют выходить на улицу в голодном состоянии, скажем так, нужно покушать обязательно. И при первых признаках замерзания нужно срочно зайти в какое-то теплое помещение на 10-15 минут согреться, а потом можно опять выйти на улицу. Зима – это время праздников, веселья, новогодних забав, ярких встреч и приятного отдыха. В эту пору года можно ежедневно наслаждаться красотой природы, кататься на коньках или лыжах, лепить снежную бабу. Нельзя допустить, чтобы такая долгожданная для многих пора была омрачена чем-либо, а потому соблюдение элементарных правил, особое внимание к своему здоровью и осторожность помогут сделать зимние деньки по-настоящему праздничными.